Дорогие друзья, всем привет! Перед вами Харрайзен Фабиден Вест и мы продолжаем прохождение сюжетной кампании. Как видите, мы находимся в Лас-Вегисе и тут еще осталась парочка квестиков, ну и просто интересных моментов, которые не стоит упускать. Для начала, у нас здесь с кем-то можно поболтать, я смотрю. Да, в прошлой части мы с ними как раз таки квест выполняли. А может закопаем их в песок? Ловушки? Тогда может взорваться кто угодно, не только машины. Над чем вы тут работаете? Рыжая! Планируем новый бум! Как вернулись, заключили сделку с Абадундом. Оказывается, поселение нужно как-то защитить от пустынных машин. Он услышал, что Бумкино изобретение помогло одолеть исчезающий кошмар, и мы убедили его нанять именно нас. Теперь осталось разобраться, как отгонять эти машины и никого при этом не взорвать. Кроме летающих. Они в воздухе, до них не достать. Похоже, вам обеим есть чем заняться. У нас есть новый дом. Новая бум-мастерская. Мы еще подумаем над названием. Ну, в целом, да. Идет все хорошо. Так, и сверху у нас какой-то квест. Нужно понять, значит, как это будет. Стэмур, тебе что-то нужно? Искателям приключений явилась новая мечта. И они вернулись в затопленный когда-то город. И богатства сыпались из каждой трещины в стене, подобно Элю, сочащемуся из пузатого бочонка. Короче, мы снова спустились в руины города. И в развалинах. Слагатель узрел мерцающий прибор. Чудо в целом море чудес. Увы, прибор был для него недостижим. Ты нашел какой-то прибор, но не достал? Он лежит за дверью. Она заперта на какой-то замок. Морлунд предложил ее взорвать, но Абадунт сказал, что слишком велик риск повредить прибор обломками. В кои-то веки опасения щитовода были не беспочвенны. Надежды слагателя разбились. Но тут из-за барханов пришла подруга, что всегда умела совершать невозможное. Уговорю ли я тебя снова спуститься в глубины песков? Я попробую помочь. Где это место? Когда спустишься, иди направо от статуи гиганта. Руины рядом с железной башней. И наша героиня отправилась в путь, а надежды слагателя полетели во след. Рифма полет еще тот. Ну что ж, ночь огней. Так, где это у нас? Дополнительные кресты. Так, вот оно, дела. Пройдите в подземные там руинчики. Понятно, опять нужно на дно. Где-то тут есть заставы. Говорят, ты сросла. Эта штука меня спасет. Опа, и на месте. Все, ищем тогда нашу статую. Так, вот эта статуя, либо которая там, статуя Посейдона. Да уже есть разница ведь. Ну, скорее всего, большая статуя космонавта. От этой жары нигде не спрячешься. Так, надеюсь, шелка зуб меня там не спарит. Так, и аккуратненько сюда забегаем. Здесь меня не найдут. Так, вон нарокоп. Он может тревогу поднять. Давайте сейчас. Убийцы охотников, это серьезно. Так, ищем тогда. Так, нарокоп, нарокоп, ты так далеко не ходи. Это можно испарить. Он засранец-то. Надо бить, походу, внешнему. Так, все, заковыряли. Пришел еще какой-то... Так, все, заканчивается. Так, все, заканчивается. Есть попадание! Все! Так, а что тут у нас внутри интересного? Ну-ка, давайте посмотрим! О, кажется, это и есть прибор. Похоже, это дверь открывается парольным. Надо осмотреть руины и поискать, что у нас поможет. Так, какие-то данные. Значит, этот прибор называется орнамент. И что тут можно узнать? 1-3-5, данные повреждены. Я нашла похожие в других руинах. Но, похоже, есть еще. А это, кажется, часть какого-то порода. Может, кто вверен? Надо поискать еще. Может, найти остальные части. Опять какие-то головоломки, да? Слишком близко. Мне это не вытащить. Похоже, ящик наверху застрял. Часово можно как-то отковырять как-то все равно можно. А нет, блин, из-под него никак. Хотя жалко. Люк. Он может ввести в другую часть руин. Но как до него добраться? Ух уж эти головоломочки. В том ограждении у Року есть отверстие. Попробую пробраться через него. Надо только подняться. Так, а что-то я не вижу, что там есть какое-то отверстие. Что-то, по-моему, не так его запихал этот. Да. Возможно, нужно как-то в другое место. Ну-ка. Сейчас разберемся. Так, я сейчас хочу просто представить. Это что мне нужно сделать, получается? А что, я попробую скинуть этот ящик? Он может получиться, если отойти подальше. Ну, допустим, допустим. И что мне это дало? Теперь у меня два ящика. Это просто прекрасно. Надо поставить один ящик на другой. Интересно, как это ты собираешься сделать? А, нет, я, кажется, понял, как сделать. Да, головоломки, как говорится, они здесь повсюду. Сперва надо дойти подальше. Вот так. Теперь я дотянусь до отверстия. Готово. Прекрасно, да. Так, там никаких ништяков нет. Тогда спускаемся. Здрасте, тут еще один ящик-то. С этой стороны не сдвинуть. Да ты что, издеваешься что ли? О боже. С этой стороны не сдвинуть. Так, думаю, что все просто, но оказалось не так просто. Так, где-то тут самый ящик. Не, ну отсюда я его никак не сдвину. Так, 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 где-то здесь сейчас на. Балины никаких подсказок нет. Ничего, сейчас додумаемся. Хотя, в принципе, его можно ногами как-то вытолкать. Ученые не хочет выталкивать. С этой стороны не сдвинуть. Ну-ка, сейчас можешь как-то выколупиться получится. С этой стороны не сдвинуть. Неплохо планирует. Сейчас как-то мы попробуем. А, смотрите-ка, там даже этот же мешает. Не получится, надо чуть-то так двигать. С этой стороны не сдвинуть. Так, я застрял, теперь зашибись. Тогда выходим. Сейчас будем пытаться сделать все по уму. Ах ты нахрен, здрасте. Так все просто оказалось. Посмотрим, куда я попаду. Ой, да, в какую задницу мы еще раз попадем, это не... Вообще просто непонятно. Так, тут еще что-то есть. Там закрыта, правда. О, я снова снаружи. Что тут еще есть? Здесь что-то определенно есть. Кажется, орнаменты были частью какого-то праздника ночных огней. Так, так, 7, 3, 9. Данные подтверждения. Отмечали праздники, изменяя голодрану над землей. Ну как? И тут еще одна часть пороля. Теперь я смогу открыть ту дверь. Это хорошо, если сможем. Надо теперь паника туда вернуться. Держите по все как бы закрыто. А, ну ли можно просто выпрыгнуть? Так, давайте здесь 7, 3, 9 у нас, да? Еще раз сейчас глянем, чтоб так удостовериться. Так, 7, 3, 9. Все ясно. Напоминаем. Такая идея, что у нас какой? Нет, не то. Где же эта штука была? А здесь у нас 1, 3, 5, 7, 3, 9, 1, 3, 5. Мне тут нет. Интересное место шахта какая-то. Допустим, сперва нас была, 1, 3, 5, 7, 3, и 9. мяч наоборота 7 3 9 1 3 5 ну все тогда забираем ништяки и нашу амфору какую-то есть можно вернуться к стэму может поймем как работает это что так стэмур стэмур фиржу где наш жалко туда телепортироваться нельзя так а здесь какая-то обзорную . есть о блин щелкозу привет избавиться от него я хочу бы сделать такое что и и и и и и и и все добили шилка зубу нашему халя давайте разберемся что здесь за обзорная . образ из мира предтечь похоже на часть города под куполом так я уже примерно знаю куда нужно бежать очень таки все-таки приметная локация нет нужную чуточку туда все так яркая светится прям так почти на месте блин как-то неожиданно упали ну примерно примерно сейчас на месте как бы надо чуточку теперь наверх подняться вот здесь то будет попроще с этого выступа открывается хороший вид на год может попробовать наложить образ отсюда ну вроде накладывается или нет нужно чуточку подальше да определенно нужно подальше здесь вроде как то можно пройти до или наоборот поближе момент я упускаю что-то да надо поближе сейчас вот по моему где-то так может попробовать подняться все влач на том уступе просто надо максимально приютиться как-то вот это свалить и как прикольно то получилось да позвать бы тех ребят сюда чтобы они тоже это дело оценили ну да ладно возвращаемся же к нашей точке а да ты издеваешься да что же за управление это все и на лестницу и на лестницу и налезть поляха муха и на лестницу запрыгни да ты господи ну теперь как мы спайдер-мэн или как-то будем пытаться ведь ну ладно дубль 2 нора вернулась но вернулась триумфом или с неудачей прибор меня и я нашла не один такой вот старый слагатель с огнем в глазах и благодарностью в сердце держал в руках покоривший его артефакт вообще-то он называется орнамент часть набора я слышал болтовню собиратели о руинах на севере они видели такую вещицу но не достали может речь о еще одном орнаменте стоит проверить но главная тайна осталась зачем орнаменты вообще создавали кажется для какого-то праздника ночных огней думаю так притечи отмечали особые события вроде пира вроде праздник отмечал начало сезона как и каждый пир в жиле есть пир первой бочки пир растущих дрожжей пир всех хмельных и все про эль да хотя чему я удивляюсь в общем эти орнаменты могли как-то изменять огни над землей но я не знаю как узнаю эту отметку видел такую на устройстве что мы откопали вот может удастся включить огни ну давай выясним с какого орнамента мне начать давай вот этот сейчас устроим какой-то веселый зимний праздник это сообщили если найдешь еще орнамент какие еще праздники отмечали притечи на грибни руку что отца моего таха олени спутать забыл но вида здесь они еще не существуют в этой игре то есть как бы как вид животных то есть олени очень весело так то орнамент и своеобразно нас такие эти подсветки вот бы в наш на нашей базе можно было бы такую включить ну да ладно дальше у нас задание вот здесь не знаю конечно что за задание ну а проверить нет и план я весь в песке подожди к вот он у тебя все в порядке поргов огни жары моя посмотри ящик сундучок после того как ты разделалась камнегрызом мои ребята расчистили туннель и нашли его в разбитой вагонетке его завещала мне моя почившая матушка никак не мог его вскрыть а во время заварушки с камнегрызом замок сломался я наконец-то узнал что лежит внутри не хочу отдать это мази моей сестре и это больше пригодится погоди если его завещали тебе почему ты не мог открыть я потерял ключ сама понимаешь ключ маленький а руки из хотя откуда тебе это знать у тебя-то руки изящные не то слово платные скорее поргов но ладно я его украл он должен был достаться марте но я хотел себе что-то от матушки на память о ней значит сундучок принадлежит твоей сестре и ты захотел его вернуть что там что ты так резко передумал ничего подумал ей он нужнее они с мамой были близки а я пожалуй я всегда был отлетевший искренний ладно поргов ты хочешь чтобы я отдала сундучок твоей сестре где она это хороший вопрос раньше она работала в скрежете горы у меня там подруга спрошу ее а все сковалось само собой когда буду там поищу твою сестру и послушаю ее версию ладно что ж увидишь марсу скажи ей я помню полет бочки я должна знать где искать марсу навещаю когда будут скрежете горы да уж интересно куда на его привесила там себе на поясок этот увесистый скажем так сундучок это же прям уголь а не сундучок так скрежет горы скрежет горы это но самая первая локация чуть не могу понять давайте еще раз так то что утрачено нет это протез каталые сломанные замки вот сюда надо ну теперь ясно все тогда отправляемся что я пришла еще быть как дела у беженцев они довольно замкнутые но у них есть кровь и пища некоторые даже нашли работу в городе правильно было отдать им сердце буревестника и я за них рада надеюсь они встанут на ноги буду за ними приглядывать тогда я спокойна эй я еще одну озерам зовут марза она кажется работает тут знаешь марза да знаю крутая всегда в работе не то что большинство местных пинчу зачем она тебе у нее брат на западе он просил вернуть ей семейную реликвию про брата я не знала в общем я слышала она работает у одной из сигнальных вышек карха на северо-востоке спасибо семейные ссоры у озерам дело грязное постарайся в них не увязнуть что ж мне мне нужно идти спасибо за выпивку петра я рада что зашла пока огневолосы даже спасительницы узнали кстати мы там уже бывали у этой вышки вроде как странно почему мне не отметилась она ну да ладно погнали к этой вышке так что-то и не виду не вижу эту башню понял каково так понятно блин понаставили этих заборов тут хрен разберешься блин пересечь их ой ладно придется через ворота идти все так вот туда нужно вроде как мне пригодилась вон она та самая башня интересно местных рыскарь я наверно буду с одного удара валить это рассказала сестра порга поработает где-то сдаётся мне она не будет рады весточки от брата зато марза да что-то живая нора откуда знаешь мое имя я встретила на западе твоего брата поргафа он передал тебе это мамин сундучок этот жалкий бурдюк украл его у меня клянусь кузней он еще и замок сломал вообще-то замок сломал камнигрыз да так братец мертв нет он решил вернуть его когда увидел что лежит внутри так у него все же осталось немного совести посмотрим самоцвет странно что он не прикарманил и письмо мамин почерк она просит меня помириться с поргуфом но это чушь какая-то поргов принес всем нам столько горе всегда гонялся за осколками вместо помощи папе в кузне чего мне вдруг прощать его если поргов прочитал письмо то может он тоже хочет помириться и еще он просил сказать что помнит про полет бочки балбес в детстве мы с ним частенько катались большого холма на листе железа но однажды поргов затащил наверх старую бочку забрался внутрь и покатился в ней только внизу она не остановилась она так и катилась с ним внутри а потом упала с утеса летела так как будто у нее выросли крылья и был ты прямо в озеро я решила что он утонул но поргов выбрался на берег и сразу же закричал еще звучит весело гораздо чаще мы ссорились но в тот раз было весело лежали с ним на берегу и смеялись до колик в животе ты с ним виделась как у порядке для парня застрявшего посреди пустыни неплохо можешь проведать не вроде кто-то из наших собирался в те края но не знаю я подумал спасибо за сундучок держи за заботу спасибо если соберешься ищи брата в нигдешном лагере где же еще он мог оказаться лагерь до такой степени находится в жопе что его назвали просто-напросто нигдешним ну да ладно вот у нас еще один интересный квестик выполнился семейные дрязги урегулировались я думаю что у нас получается осталось вот здесь выполнить квест и выполнить квест от зону этому же будем выполнять следующей части а пока что всем спасибо кто смотрел ставил лайки комментировал конечно же подписывался всем удачи до новых встреч пока